Виталий, дороженьки! С вами Янкалка. У нас на обзоре пиво Karanet от Литской пивоварни. Три варианта пива. Лагерь. Дальше Draught Pub. И третий вариант. Новый Makilt. Это шотландский L. Что можно сказать? Первый мы будем тестировать, осматривать лагерь. Самое интересное это бутылки. Бутылки, как и банки, в настоящих пинтах. Пиво светлое пастеризованное. Karanet Lager. Состав вода подготовленная. Солд-сит. Пиво вареный и чменный. Хмель аннулированный. Экстракт. СЛ2 экстракт хмеля. Так, алкоголя у нас 4,6. Экстрактивность начального сусла 11. Пил я это пиво. Не зашло оно мне. Давайте перетестим. Светлый цвет. Очень светлый. Сейчас покажу. Карбон средний, ближе к малому. Белая пенная шапка среднезернистая. В принципе, я не думаю, что она будет очень стойкой. Да, карбона немного. Пузырьки медленно. Ромаются вверх. Нос. Нос сразу не очень плохой. Медовый. Дрожжевой. Да, дрожжевой совсем нос. Дрожжевой. Такая сладость дрожжевая идет. Возможно, это и какой-то из посторонних мини-дрожжей. А что-то... Какой-то из дефектов, возможно. На вкус. На вкус. Хмеля не слышно. Чуть кислит. Пустоватая. Несолодовая. В общем, лагерок с таким типовым затухленьким носом. Медово-сладкий дрожжевой. Диоцетильный, но я не знаю, как это сказать. В общем, не нюхая, это можно пить, но... Есть гораздо веселое пиво. Продезено 24-го, 08-го, 23-го, 40-го годности, 1 год. Стоит все пиво около 3-х рублей, 2,80, наверное, я. Это 0,8 долларов. Так. Пап Драу. Второй у нас вариант. Пиво, пиво светлое пастеризовано, хранит Пап Драфт. Алкоголит 4,7, экстрактивность 10,6. Выбражена удовольность, очень сильно выбражена. Состав водоподготовленный, салут, светлый пиво, вареный ячменный, целый два экстракта хмеля, экстракт хмеля. Два экстракта здесь. И это пиво, по-моему, с двойным охмелением идет. Но, забегая вперед, я скажу, что я в прошлый раз, когда пиво двойного хмеля, здесь не ощутил. Сейчас, возможно, попробуем ощутить. Тоже очень светлый цвет. Очень светлый. Работает из одной ЦКТ. Один в один цвет. Аромат. Точно такой же аромат, как и здесь, только не так сильно вот эта сладость выбивается. Здесь пустой аромат. Да, пустой абсолютно аромат. Охмеление двойного я не слышу, хоть убейте. Там вроде сасы, еще какой-то хмель, но их нет у нас, вот точно. Пробуем на вкус. Да, выбражена питка. Выбражена питка, пенная шапка. Ушла минуту, как можете заметить. Паб-драйв, это типа пабный вариант. Он вообще не должен быть, наверное, сильно карбонизирован. Карбона здесь немного. Типа бойлер. Бойлерного, я насколько понимаю, должно это быть. Да, у нас очень похож. Одна и та же посторонка. Но здесь щек прям прет медом. Сладостью какой-то. Вот это вообще же жизнь. Здесь все то же самое, но меньше у нас. Пустотело, скатывается в воду, горечи нет абсолютно. В хмеле не слышно. И солода не слышно. Просто вода. Но из двух зол лучше вот этот, наверное, выбрать. Потому что под рыбку какую-то это можно хоть как-то пить. Вот этот вариант вообще стоит. В носу вообще ужасен стал. Это плохо в носу. И МакКилд. Шотландский Эль. Также у нас объем пинта. Но 0,568 литра. Пиво светлое специальное пастеризованное. Коронет МакКилд. Массовая доля сухих веществ. Начальник суслит. 13,2 алкоголя. 5,8. Много алкоголя. Состав вода. Подготовленная. Солд, светлый пиво, арене, ячмены. Смесь экстрактов. Экстракты хмеля. Экстракты специй и трат. Хмель гранулированный. СО2 экстракт хмеля. Изготовлены 23,2,8,23. Открываем. А обратно же. Эту новинку я уже пил. Сразу вам пока буду наливать, скажу, что мне смутило первым. Вы сами уже видите. Это, конечно же, цвет. Я не привык. Если это обычный лагерь, то да. Можно заметить, что он более насыщенный, более красивый. Но если мы говорим о шотландских элях, то все-таки это более темный цвет. Это что-то около полутемного, темно-янтарное пиво. Никак не светлое. Но это для меня. Нос абсолютно такой же сладкий, дефектный, как и здесь. Как и в первом варианте. Да. Я не знаю, что это за дефект. Но он бывает часто у регионалов, у витебского пива, у полуцкого вот этот. А сладость и еще и овощи. Бутылка могла быть вот эта засвеченная. Вот эти же бутылки, они хорошие, из коричневого стекла. Засвета не должно быть. Тоже пенная шапка уходит быстро. Да, ну вот, возможно, здесь еще и травки какие-то есть, вот эти пряные. Более солодовая, насыщенная. Алкоголя не слышно. Алкоголь есть чуть-чуть в аромате. Спирта чуть-чуть в аромате есть. Тело довольно плотное, в принципе. Вот это вот вкусный лагировок, если помню, назывался Элем. Еще и шотландский. Здесь Элем... Я не уверен, что вообще это Эль. Хотя пишут, что Эль, но мне кажется... Это очень похоже на простой, неплохой лагерь. Никак не Эль. Не знаю. Что по баллам поставить? Лагер. Балла 2. Тут вопрос буду ли я вообще допивать. Папдрафт. Балла 3. И вот это... Ну, это вообще мимо стиля, на мой взгляд. Как лагер, это балла 4. Как шотландский Эль, это 2. Рекомендовать к покупке не могу. Более того, я пил разные. У них есть еще и стаут и так далее. Открывает. Ни одно пил мне не зашло. Оно какое-то безликое, чуть-чуть где-то вот с дефектиками. Ну, не знаю, не заходит. В том числе, его, по-моему, раньше разливали в Литве. Литская пиловарование принадлежит финнам. А также в Литве есть пилзавод, который принадлежит финской этой компании. И раньше оно разливалось, по-моему, банки разливались там, в Литве. И разницы не было особо. Но здесь вот меньше всего погонцы в аромате. Оно более-менее плотное, приятное. Но я не слышу здесь Эля. Здесь нет Элевых ноток. Это как будто лагер. Не знаю. В общем, 2, 3, 2. Рекомендовать к покупке не могу. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Ян Каалка. До новых обзоров. Они выйдут уже очень скоро. Бэ-бэ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok